Как обычно, в конце сентября проходит Цюрихский кинофестиваль, одно из крупнейших событий Швейцарии. Созданный в 2005-м, этот киносмотр предлагает три конкурсных показа. Основной – документальных фильмов и фокус. В этом году в Цюрихе чествуют таких звезд, как британец Лиэм Ниссон и американо-немецкая актриса и фотомодель Диана Крюгер. Главной наградой «Золотого глаза» удостоился британец Эдди Рэдмейн, получивший известность благодаря роли физико-теоретика в фильме «Вселенная Стивена Хокинга». В Лондонской национальной галерее открылась первая за 10 лет экспозиция работ выдающегося английского портретиста Люциана Фрейда, внука создателя психоанализа. Она приурочена к столетию со дня его рождения. Среди выставленных 60 картин – многочисленные автопортреты и знаменитые обнаженные натуры. Кураторы хотели бы показать, почему Фрейд интересен и актуален сегодня. Культуре квиров в арабском мире посвящена выставка в Парижском музее арабской культуры. Она называется «Хабиби. Революция любви». В экспозиции представлены работы 23 художников из стран Магриба, Ирана и Афганистана. Живопись, фотография, инсталляции. Цель организаторов во главе с бывшим министром культуры Франции Джеком Лангом показать невидимую часть айсберга. И, наконец, в Мадриде частный фонд представляет совместную работу Хулио Гонсалеса и Пабло Пикассо. Сотрудничавшие при создании погребального памятника Гийому Аполлинеру, Пикассо и Гонсалес рассматриваются в искусствоведении как создатели железной скульптуры. Проникновение абстракции в этот вид искусства. В экспозиции представлены 170 работ испанских художников.